Сегодня мы с вами посмотрим на Луну с разных сторон и даже заглянем вовнутрь. Наша спутница не только является объектом научного изучения, но и используется учеными в качестве научного прибора. Она задает множество ритмов на Земле, тормозит скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси, иногда кидается в нас камнями, время от времени закрывает от нас Солнце. С ее помощью моряки ориентировались в открытом море, ее движение до сих пор лежит в основе календарей некоторых народов. Мы очень рассчитываем на нее в будущем. Какие ресурсы хранятся на Луне? Все мы не раз видели Луну и хорошо с ней знакомы, но это знакомство поверхностное. Столько всего интересного и невероятного с ней связано, и это несправедливо остается уделом узкого круга специалистов. Мы же стремимся рассказать обо всем так, чтобы каждый, глядя на Луну в ночном небе, мог осознать, какую огромную роль она играла и продолжает играть в нашей цивилизации. Тема нашей программы Луна. Что находится на темной стороне Луны? Луна так хитро устроена, чтобы ворачиваться к Земле лишь одной стороной. Что же скрывает от нас обратная сторона Луны и кто ее видел? Впервые снимок темной стороны Луны был сделан в 1959 году с советским космическим аппаратом Луна-3. Снимки показали, что никаких тайных и секретных объектов там не скрываются, однако обратная или темная сторона Луны все же выглядит иначе, чем та, что мы видим. Что же необычного в ней? На темной стороне Луны меньше морей. Там находится всего один океан и два лунных моря. Причем одно из них называется море Москвы. Такое название ему дал Советский Союз, так как именно он первым увидел обратную сторону Луны. И это единственное лунное море, названное в честь существующего места на Земле, а не в честь чувств, как, к примеру, море ясности или море спокойствия. И второе море, обратной стороны Луны, это море мечты. Система нескольких кратеров, заполненная лавой. Таким образом, как можно видеть, темная сторона Луны не такая таинственная и мистическая, как рисуют ее кинорежиссеры. Зато у нее есть подробная карта, с которой каждый может познакомиться. Луна всегда была такого размера, как и сейчас. Или она уменьшилась, или увеличилась с годами. Луна — это огромный шар, который висит на небе и освещает нашу планету ночами. Сейчас диаметр Луны составляет почти три с половиной километра, а возраст примерно три с половиной миллиарда лет. Но всегда ли Луна была такой, какой мы видим ее сейчас? Оказывается, Луна постоянно меняется, хотя эти изменения очень медленные. Их можно заметить только если смотреть на Луну миллионы лет. Что же происходит с Луной? Во-первых, она постоянно отдаляется от Земли, а еще Луна становится немного меньше. Это связано с тем, что внутри Луны происходят различные процессы, которые заставляют ее сжиматься. Луна постепенно отдаляется от Земли, примерно на 3,8 сантиметра в год. За последние 100 миллионов лет она уменьшилась на 50 метров. Однако уменьшение окружности на 50 метров за такой длительный период может быть связано с другими геологическими процессами на Луне. Но почему мы этого не замечаем? Потому что эти изменения очень медленные. За всю нашу жизнь Луна изменится совсем чуть-чуть. А как же те моменты, когда Луна нам кажется то больше, то меньше? Это всего лишь иллюзия. Когда Луна находится низко над горизонтом, она кажется нам больше из особенностей зрения и атмосферы. Так что будет с Луной дальше? Ученые считают, что она будет продолжать отдаляться от Земли и становиться немного меньше. Но это произойдет через миллионы лет. Так что нам не стоит об этом волноваться. Туры на Луну – фантастика или ближайшее будущее? Путешествие на Луну, когда слышишь эти слова, сразу вспоминает совсем известная сказочная история про Незнайку. Но сегодня несколько стран мира всерьез созадачены вопросами лунного туризма. Существует несколько российских и зарубежных стартапов, которые надеются отправить первых туристов к Луне в течение всего лишь ближайших двух десятилетий. По задумке два туристы и один профессиональный астронавт облетят Луну на российском космическом корабле, без высадки на поверхность. Некоторые зарубежные компании уже давно объявили предположительную стоимость своих космических туров для всех желающих. Она от 150 миллионов до миллиарда долларов. Лунный туризм перестает быть лишь фантазией и в скором времени станет реальной возможностью. Тем не менее, перед тем, как он станет доступен, необходимо решить множество технических вопросов. Вполне возможно, что ближайшие десятилетия полета на Луну станут такой же привычной частью жизни, как авиаперелеты сегодня. Но пока что лунный туризм остается на стадии проекта и требует решения множества задач. Давайте сыграем с вами в правду или миф. Мы будем говорить факт, а вы попробуйте подключить все свои знания и интуицию, чтобы угадать, правда это или нет. Итак, начнем. Внутри Земли достаточно золота, чтобы покрыть всю планету. Правда ли это? Это правда. Золото действительно присутствует внутри Земли, только его концентрация довольно мала. Если бы все золото, находящееся внутри Земли, было бы распределено равномерно по ее поверхности, то слой золота составил бы около двух микрон толщиной, что значительно меньше, чем одна сотая диаметра человеческого волоса. Как вам такое утверждение? Ананас – это вовсе не фрукт, а группа ягод. Как думаете, это правда? Да, это утверждение верно. Ананас представляет собой группу ягод, сросшихся вместе вокруг общего стебля. Каждое маленькое образование на ананасе, которое мы воспринимаем как отдельный сегмент, на самом деле является отдельной ягодой. Сдерживание эмоций ведет к уменьшению интеллекта. Как думаете, это правда или нет? Это неправда. Сдерживание эмоций само по себе не обязательно ведет к уменьшению интеллекта. Исследования показывают, что умение контролировать эмоции может быть полезным для поддержания умственной деятельности и взвешенного принятия решений. Однако чрезмерное подавление эмоций может иметь негативные последствия для психического здоровья и общего благополучия. Здесь важно найти правильный баланс. У тигров полоса-то не только мех, но и сама кожа. Как думаете, верно ли это утверждение? Кожа у тигра под шерстью полосатая, словно нанесенная татуировка. Полосы у тигров у всех уникальные. Они словно отпечатки пальцев у человека. Такая особенность присуща не только тиграм, но и гепардам, ягуарам и леопардам. А вот еще удивительный факт. У кальмаров есть мозг в начале жизни, который позднее атрофируется из-за ненадобности. Неужели это правда или нет? Да, это правда. Молодые кальмары начинают свою жизнь с маленьким мозгом, который находится в основании их головы. Этот мозг помогает управлять первыми движениями и рефлексами. По мере роста кальмара этот маленький мозг перестает работать и управление телом переходит к большому мозговому гангелю, который находится в щупальцах кальмаров. Наше правое ухо лучше слышит речь, а левое – музыку. Это правда или нет? Да, это утверждение верно для большинства людей, но только для правшей. Правое ухо лучше воспринимает речь, поскольку оно связано с левым полушарием мозга, которое отвечает за обработку языка и речи. Левое ухо, напротив, лучше обрабатывает музыкальные звуки, так как оно связано с правым полушарием мозга, которое отвечает за обработку музыки, пространственные и творческие задачи. А вот для левшей все будет наоборот. Алмазы могут гореть. Интересно, правда это или нет? Да, это правда. Алмазы выглядят блестящими и красивыми, но на самом деле они сделаны из чистого углерода. Это тот же материал, из которого сделан уголь. Уголь горит ярко-красным цветом, когда его поджигают. Алмазы тоже могут гореть, но только при очень высоких температурах. Если нагреть алмаз до температуры более 800 градусов Цельсия, он начнет превращаться в графит. Графит выглядит как мягкий черный порошок. Так что, если вы когда-нибудь увидите горящий алмаз, знайте, что он превращается в графит. То, что содержится в обычном простом карандаше. Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, и только в Ирландии происходит все наоборот. Давайте подумаем, правда это или нет? Это неправда. Ветряные мельницы могут вращаться по часовой стрелке из-за особенностей конструкции лопастей и направления ветра. Это зависит от того, как расположены лопасти, относительно направления ветра и как они взаимодействуют с воздушными потоками. Вот и все. Так просто. Крик кашелота настолько громкий, что звуковые волны могут убить человека, если он подплывет близко к киту. Правда это или нет? Как думаете? Это утверждение неверно. Кашелоты это большие морские существа, которые издают очень громкие звуки. Люди могут услышать эти звуки, даже если находятся далеко от кашелота. Но эти звуки не могут навредить людям. Если кто-то попытается приблизиться слишком близко к кашелоту, это может быть очень опасно. Но не из-за звуков, а потому что кашелот это большое и сильное существо. На задних лапах кошек меньше пальцев. Как и у большинства четвероногих млекопитающих, у кошек по 5 пальцев на передних лапах и всего по 4 на задних. Ученые считают, что задние лапы с 4 пальцами помогают животным быстрее бегать. Как думаете, это правда или нет? Да, это утверждение верно. У большинства млекопитающих, включая кошек, на передних лапах 5 пальцев, а на задних 4. Это связано с эволюцией и особенностями передвижения. 4 пальца на задних лапах позволяют животному развивать большую скорость и маневренность при беге. Детеныш осьминога рождается размером с блоху. Это правда или нет? Как думаете? Да, это утверждение верно. Детеныш осьминогов при рождении имеют очень мелкий размер, сопоставимый с размерами блохи. После рождения они развиваются очень быстро и взрослый особь может достигать значительных размеров, до нескольких метров в длину. Ваши ноздри работают попеременно. Это называется носовым циклом. Раз в несколько часов нервная система перезагружает носовой цикл и начинает работать другая ноздря. Как думаете, это правда? Да, это правда. Ваш нос – это удивительная вещь. Он умеет делать то, что называется носовым циклом. Это значит, что каждые несколько часов одна из ваших ноздрей открывается шире, чтобы вы могли легко дышать. Другая ноздря в это время сужается внутри. Это делается автоматически, без вашего участия, и управляется вашей нервной системой. Представьте, как это умно придумано природой. Мы представляем себе солнце как раскаленный шар, но на самом деле оно не имеет четких границ. Правда это или нет? Да, это утверждение верно. Солнце, как и большинство звезд, не имеет четких границ. Ее внешняя атмосфера, или же корона, простирается на миллионы километров в космос. И она постепенно переходит в солнечный ветер. Поток заряженных частиц, исходящих от солнца. Кошачий язык покрыт мини-коготками, состоящими из того же белка, что и когти. Кератина. Это правда или нет? Да, это верно. Язык кошек покрыт маленькими шипами, которые сделаны из того же материала, что и когти. Этот материал называется кератин. Кератин специальный белок, который делает когти и шипы на языке кошек твердыми и крепкими. Шипы на языке помогают кошкам чистить свою шерсть и удаляют грязь и паразитов. Это важно для здоровья кошек, ведь они очень любят ухаживать за собой и непрестанно вылизывать себя и вычесывать языком. Зимой ежи впадают в спячку, при этом их температура понижается с 34 до 2 градусов. Дыхание зверка падает с 40 до 8 вдохов-выдохов. Что думаете, верим или нет? Да, это утверждение верно. Ежи зимой впадают в спячку, их температура тела снижается с 34 до 2 градусов, а частота дыхания уменьшается с 40 до 8 вдохов-выдохов в минуту. Эти адаптации помогают ежам экономить энергию и пережить зимние месяцы. На сегодня это все. Но наша программа уже работает над новым выпуском. В нем вы узнаете интересный факт о космосе нашей планете. Много занимательного из биологии, географии и астрономии. Любите науку, изучайте новое. Мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова